Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас урок изобразительного искусства в четвертом классе. Тема сегодняшнего урока – создание орнамента для керамического блюда. Керамическое искусство Узбекистана имеет очень древнюю традицию. Керамика и керамическое искусство – это изделия из обожженной глины. Керамические изделия – это ляганы, косы, пиалы и другие изделия. Керамические изделия можно встретить в любом доме. Керамические изделия, посуда несут не только утилитарную, но и эстетическую функцию, так как мы очень красиво оформленные, художественно оформленные изделия иногда используем в качестве украшения в доме, в виде панно, например. Вот здесь представлено искусство гончара, как он создает красивую гончарную посуду. Посмотрите, ребята, это делается на гончарном круге. В Узбекистане существует множество школ керамического искусства. Я представлю вам только три из них – харизмскую, рештанскую и гешдуванскую. Посмотрите, ребята, на харизмскую керамику, какая она красивая. Вы видите, здесь цвета в основном холодные, синий, голубой, где-то встречается фиолетовый цвет. Вот такая она харизмская керамика, очень глубокая, насыщенная и в то же время теплая. Рештанская керамика. Рештанская керамика, она отличается изяществом. Видите, тут мелкие детали, очень четко проработаны. Колористика рештанской керамики такая, что в ней в основном тоже присутствуют холодные тона. Это синий, фиолетовый, зеленый. Но также вы можете видеть небольшие вкрапления теплых оттенков. Гешдуванская керамика, она солнечная, теплая, можно сказать, праздничная, радостная. В ней преобладание теплых оттенков. Желтый, коричневый, оранжевый цвет, ну и немного холодные оттенки также присутствуют в этой керамике. А сейчас, ребята, мы перейдем к практической части нашего урока, к созданию орнамента для керамического блюда. Ребята, сегодня нам понадобятся акварельные краски, гуашь, конечно, палитра, кисти и, возможно, циркуль. Или какая-нибудь посуда, которая есть у вас рядышком в наличии, так как мы проводим урок в домашних условиях. Чтобы приступить к созданию орнамента для керамического блюда, мы располагаем альбомный лист горизонтально. Композиция рисунка будет горизонтальной. Далее мы приступаем к рисованию окружности данного керамического блюда. Для этого мы возьмем циркуль, либо что-то круглое, которое у вас есть под руку. Это может быть небольшой ляган, коса или пиала. Она тоже, возможно, пригодится. Но я нарисую от руки. Ребята, вы также можете нарисовать от руки. Так, мы рисуем окружность. От руки это делается в несколько линий. Вот таким образом, ребята. Ну, она может быть немного кривой. Мы это обязательно будем подправлять в процессе работы. Поэтому, если у вас не сразу получается окружность, ничего страшного в этом нет. Можно, ребята, альбомный лист класть вертикально, крутить влево, вправо, вниз, вверх лист. Как вам удобно для того, чтобы получился идеально ровный круг. Сейчас мы постараемся это с вами сделать. И обратите внимание, ребята, если у вас круг не получается, вы можете вот так вот отставить руку и посмотреть со стороны. Либо встать со стола, посмотреть еще раз на круг, увидеть какие-то погрешности и заново начать работу. Потому что, когда сидишь близко, то какие-то моменты можно не заметить и упустить. А если ты отошел в сторонку, поглядел со стороны, то, возможно, тебе все вот эти вот нюансы, ошибки, просчеты и раскроются. Так, посмотрели еще раз. Покрутили. Еще нужно немножечко исправить. Этот процесс не быстрый, но тем не менее интересный. Это дает навык, определенный навык рукам. Вычерчивание окружностей. После того, как мы вычертили одну окружность, в зависимости от того, какой вы хотите нарисовать орнамент, вы рисуете еще несколько окружностей. Это зависит от сложности вашего орнамента. Если у вас предполагается сложный орнамент, то будет 3-4 окружности. Если у вас будет более упрощенный вариант, то достаточно двух окружностей. Для создания орнамента для данного керамического блюда. Я черчу еще одну окружность. У меня предполагается более сложная орнаментальная композиция. Для этого мне нужно будет вычерчить несколько окружностей. После того, как мы вычертили окружности, мы переходим к делению этой окружности на 4, 6, либо 8 частей. Это тоже зависит от того, какую композицию орнаментальную вы хотите построить. Это я делаю тоже на глаз, и вы тоже, ребята, постарайтесь сделать это на глазок, так как это развивает ваш глазомер. Вот таким образом я разделила окружность на 4 части. Далее я хочу разделить еще на 4 части. Получается у меня композиция, состоящая из 8 орнаментальных мотивов. Вот что у меня, ребята, получается. Разделили окружность на 8 частей. Вы можете, ребята, как я уже говорила, поделить на 4, либо на 6 равных частей. Все зависит от вашей фантазии. На данном рисунке я показала поэтапно, как нужно вычерчивать этот орнамент. Вот здесь окружности чертим, здесь делим на втором этапе, и на третьем этапе мы уже разрабатываем саму орнаментальную композицию. Это делается вот таким образом. Ребята, посмотрели. Разделили. И начертили вот такие линии. У вас могут быть свои какие-то линии, свой орнамент. Не обязательно чертить, рисовать так, как я. Вы придумываете свой орнамент для керамического блюда. Вот так это делается, ребята. Далее я хочу нарисовать вот эти листья по всему лягину. Это я заранее продумала, подготовила этапы. Мы подходим к концу прорисовки лепестков данного цветочка, данной орнаментальной композиции. Так, далее, после того, как я нарисовала лепестки цветка, я хочу изобразить листочки. Вот как я это делаю. Практически моя композиция идет к завершению. Опять-таки, ребята, вы поднимаете лист, смотрите. Издалека лучше видно. Но это, конечно, требует много терпения, аккуратности, каких-то определенных навыков. Так, а теперь, ребята, вот здесь поэтапно я показала, как мы создали этот орнамент. После того, как нам уже окружности не нужны, мы их убираем с помощью ластика. Наш линейный рисунок практически готов. Можно приступать к цветовому оформлению этого блюда. На этом рисунке, посмотрите, ребята, поэтапно показано, как выполнить цветовое решение этого блюда. Во-первых, нужно использовать яркие хроматические цвета, то есть цвета теплые и холодные, желательно контрастные. Но это, конечно, на ваше усмотрение. Черные, коричневые цвета, серые оттенки лучше не брать, не использовать в данном рисунке. Раскрашивать необходимо начинать с крупных элементов и делать, раскрашивать таким образом, чтобы последующий элемент, который вы раскрашиваете, он не был рядышком. Иначе у нас краски будут перетекать друг в друга и получится смешение красок, которая нам в данном случае абсолютно не нужна. Поэтому мы рисуем красный элемент, лепестки красные. Далее мы рисуем синий элемент орнамента, зеленый. Здесь на втором этапе я показала, мы раскрашиваем желтым цветом и малиновым цветом вот эти элементы. В этот момент, да, подсохли у нас красный цвет, зеленый, синий, поэтому мы спокойно можем уже раскрашивать другими цветами. На третьем этапе также этот процесс продолжается. На четвертом этапе мы заканчиваем полностью раскрашивание всех элементов орнамента. Если вы хотите добавить мелкие детали, вы можете это сделать только на последнем этапе. Например, можно раскрасить вот эти вот полосочки. Дорогие ребята, таким образом мы закончили рисовать наше керамическое блюдо. Посмотрите, какое оно получилось замечательно. Я думаю, у вас тоже получилось очень красиво. Желаю вам творческих успехов, вдохновения. Сегодняшний урок я закончила. До свидания, до следующих встреч.